Всем привет из широкой балки! Бархатный сезон подошел к концу, но только не на этом курорте, полные пляжи людей. Пойду искупаюсь, но вы полный обзорчик, смотрите далее. Прежде чем начнем, ставьте лайки, балалайки, подписывайтесь на канал. И теперь отдыхайте тоже с YouTube каналом. Папа может! Начинаем! Вот она, вот она волна, вот она идет! Бонзай! Субтитры делал DimaTorzok Хотели заехать вглубь широкой балки, припарковаться поближе к морю, но не тут-то было. Абсолютно все парковочные места вдоль всего побережья были заняты. Но ничего, припарковались в самом начале, вернулись назад. В общем, немного прогуляемся пешочком. Это, в принципе, не сильно длинный путь. Ну и заодно покажу, что есть интересного. Ну, первое мое впечатление однозначно, что курортный сезон широкой балки продолжается. Вот то, про что я говорил. Просто свободных парковочных мест нет. Даже вот эти припаркованные машины стоят там, где нельзя. Ну, не слышал о том, чтобы эвакуаторы забирали широкой балки машины. Но, тем не менее, не хочется прийти и быть удивленным, неприятным сюрпризом. Когда видишь, и машины твоей нет. Так что лучше наверху на стояночке. Тем более, эта стоянка бесплатна. Что касаемо водички сегодня, волны. И, к сожалению, вода на сегодня не такая кристально чистая, насколько привык видеть ее в широкой балке. Ничего, прогуляемся. Может, дальше получше будет. Еще есть платная парковка, но что-то тут перегорожено фишечками все. Хочу обратить внимание, торговые точки, торговые лавки. Одна только открыта, остальные уже закрыты, ушли в бытие. На следующий курортный сезон законсервировались. Также закрыты те единственные развлечения, которые есть в широкой балке. Здесь был тир. Можно было тарелки побить, баночки позбивать и так далее. Ну, что об этом говорить, если все закрыто. Также сложили грибочки, зонтики. В общем, не считая количества припаркованных машин, все говорит о том, что курортный сезон все-таки в широкой балке кончился. Пойдем поближе к пляжу. Покажу вам, как он выглядит сегодня. Друзья, хочу немного отвлечься и показать вам крутые машинки Funky Toys. Их корпус выполнен из высококачественного пластика, а инерционный механизм, резиновые колеса и мощные рессоры – залог популярности. Любой ребенок будет с удовольствием играть, представляя себя водителем. Машина с краш-эффектом, благодаря огромным колесам, может ездить по песку и сугробам. И если такой аппарат встретится с препятствием, то обязательно подскочит вверх. Ссылку на магазин, где можно заказать такие машинки, смотрите в описании под этим видео. Волнами повыносила махну водорослей. В прошлый раз, когда приезжал, наблюдал картину, как люди собирают эти водоросли, увозят домой, говорят, утки кушают. Очень даже деликатесное блюдо для них. Ну и что касаемо водички, да, при таких волнах все-таки чистая, прозрачная вода. Не светит, а-а-а! Вот это кайфа, блилка! Небольшой волнорез, люди рыбалят рыбу. Пойдем посмотрим, что наловили, какой улов сегодня. А вот и улов. Как называется рыба? А потом зеленая такая. Зеленуха и бычок. Хорошо, спрошу. Если хотите, вы блогер? Да. Сейчас узнаем. Вот это тут фейерверчик. Так я вас смотрю. А вот и основной уловчик. Уф, карасик морской. Ничего такой. Иди сюда, братуха. Вот такой вот карасище. У него, кстати, зубы, как у пираний. Покажи зубы, братуха. Ну, нормальный такой карасик. Конечно, насчет пираний подшутил. Ну, выходим на пляж. Андрюха, пойдем. Что могу сказать? Количество людей, конечно, впечатляет для этого времени года. Курортный сезон по количеству людей продолжается. Надувная горка. Здесь, так же, как и в разгар сезона, цена 200 рублей, 10 спусков. Получается, 20 рублей один спуск. Ну, если просто один спуск, мы бы спустились. А так надолго можно застрять. Тем более, Андрюха сказал, в такой водичке он купаться не будет. Да? Или будешь? Да. Не, не хочет. Да, волны впечатляют, конечно. Особенно на этом участке берега широкой балки. Прогуляемся еще немного дальше, потому что, в общем, не хочется при таких волнах купаться. Почти как на Азовском море. Такой ряд люди, люди, люди. Один небольшой пятачок. Думаю, здесь и бросим якорь. Раздеваемся. Но сначала, как всегда, поговорим о погоде. Ну, и согласно прогнозам, гидрометвитуб по поможет центру. Температура воздуха на 27 сентября. Ух ты, какие волны. 28,6 градусов тепла. Ну, тем не менее, попробуем замерить, какая же температура водички. 26,9 градусов, то есть практически 27, и это обозначает, что очень даже комфортная температура для того, чтобы искупаться. Ну что, пойду сниму майку и приступим к водным процедурам. Первое мое впечатление, не самое лучшее дно, где приходилось купаться. В принципе, дно широкой балки я никогда и не хвалил. Но какая водичка будет из глубины. Занырнем и посмотрим. Готовы нырять. Вот она, вот она, волна идет, вот она, Бонзай! Бонзай! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Там дно немного будет получше Те огромные камни, которые я показывал Они находятся на глубине примерно метра 4 А может и глубже Прям уши даже давило немного, когда нырял Но за дно Здесь поставлю также 4 с минусом И пожалуй 4 с минусом Оценочка будет за сам пляж Неоднородное покрытие И крупные камни И мелкие И круглые, и плоские В общем, спокойно расположиться здесь Не получится Так, чтобы комфортно было прилечь, присесть и так далее В общем, по всем показателям 4 с минусом Свой рост я скрыл Примерно метров через 7 Довольно быстро, глубоко становится Ну, такая оценочка Все как всегда, все по справедливости и по чесноку На нашем канале только так Собрались, садились Пойдем прогуляемся по широкой балке еще Андрюха так и не отважился Водичка, говорит, грязная Кстати, курортный сезон 2020 Судя по всему, он уже закрыл Где? В Архипаосиповке, да Там последний раз купался Ну, в общем, как сказал ранее Пойдем прогуляемся еще При таких волнах просто не может быть прокатов Катамаранов, САПов и так далее Гидроциклов Поэтому ничего такого и нет Обычно на этом месте эти развлекухи находятся Ну, САПы на берегу торчат Ни одного в воде не вижу Вышли прямо напротив базы отдыха Тополек Ну, как видим, еще работает Ворота открыты Значит, здесь курортный сезон продолжается И пойдем прогуляемся в левую часть Если, получается, смотреть на море То в правую часть набережной Посмотрим, что работает, что не работает Что еще продолжает работать А что уже закрыто Здесь такое небольшое разветвление Можно пойти по верху этой набережной А можно по низу, по второму этажу Пойдем по второму прогуляемся А будем возвращаться уже тогда по третьему Здесь еще тоже ряд уложенных зонтиков Грибочков Все уже поубирали Но часть все-таки осталась Как видим Вдоль побережья Ну, на зиму все равно убирают Когда приезжал сюда зимой Делал обзорчик зимней широкой балки То показывал, что ни одного грибочка Ни одного столбика не остается Даже навесы тот убирают С этой стороны иду Так солнце в лицо припекает Чувствую запах настоящего лета А не конца сентября А вот и катамараны Вместе с зонтиками спрятали здесь их под навесом Уже, судя по всему, до следующего года Также холодильник Когда-то радовал он Нет, холодильник до сих пор работает Андрюха Три шарика 100 рублей стоит А здесь один из магазинчиков С сувенирными товарами И пляжными принадлежностями работает Но зайдем посмотрим, какие цены в бархатном сезоне Памятные сувенирчики Думаете, из чего сделаны Из оникса Уточки Дельфинчики Ну а побольше уже, соответственно, подороже Мишка 180 рублей Бычара и лосяра И слоняры Три-четырех размеров даже Памятная сувенирная доска На этой доске изображено целое побережье Она под Дерсону, Варсис, Джонхот, Геленджик, Бетта, Джубга, Ольгенко, Небука, Гой, Топсе, Лазаревская, Дагомыс, Сочи, Хоста и Адлер Получается, все эти курорты мы этим летом уже посетили даже больше Цена, кстати, доски 220 рублей Андрюха, смотри, мистер крабс Даже мистеры крабсы Морской конек Краб Ну такая статуэточка на рапанах 170 рублей стоит Если поменьше То 140 Ну а как такой Барк, Крузенштерн Тоже все из морских Этих даров сделан Две соточки Кстати, Андрюха только обратил внимание на этой доске На самом деле же сначала идет Новороссийск, потом Геленджик, а потом Джонхот Перепутали Походу родом из Китая данная доска Кораллы Маленькие 10 рублей А чуть побольше 20 Но это не дары Черного моря Как вам наборчик для творчества 150 рублей Ну так скажу Весистый Грамм, наверное 300-400 точно ракушек там Ну посмотрел Показал вам все, что увидел Дальше ряд с пляжными принадлежностями Так же на конец сентября работает Посмотрим, что здесь интересного А чечи 250 рублей Мы, по-моему, такие же покупали За сколько? За 150, да? В GMT Такие тоже 250 Да походу все по 250 Конечно же маски 550 550 Конечно же памятный магнитик Кстати, подмечу, что широкой балки магнитов здесь практически нет В основном Новороссийск Даже пляж Суджукская коса Новороссийск есть А самой широкой балки не вижу По крайней мере Дошли до конца побережья широкой балки Дальше дорога уходит в горку вверх Будет по пути еще несколько баз отдыха И дальше дачи, дачи, дачи Также индивидуальные жилищные строения Есть дома частные И, кстати, слышал такую новость Что в ближайшее время будут проводить газ в эту сторону Это, конечно, хорошие новости Как вам эта красота? Как вам эти волны? Какой-то смельчак решил покататься на серфинге Ждет подходящую волну Вот она, вот она Вот она волна моей мечты Погнали! Не, слабенько, слабенько Если пройти через это дыркообразное отверстие в заборе И пойти дальше по берегу моря В ту сторону То выйдите нигде иначе Как на нудистском пляже широкой балки Так называемый пляж с лестницей Вон девчули, видимо, туда и пошли Но мы, естественно, не пойдем По крайней мере, сегодня Опять паренек ждет волну Вот она, вот она волна Понеслась Давай, 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 давай Ну, ну, вставай! Не его день сегодня, походу Видим с этой стороны Ну, от забора буквально метров 50 прошли Лежат, отдыхают в палатках Кайфуют, отдыхают по-человечаче Какая-то тарзанка Сейчас найдем подходящее местечко Чтобы полюбоваться шумом волн И невероятно красивым видом на море Какой-то пирс Ну, можно подметить его Как цивилизованный Даже спуск есть Лестница Дальше лестница в самом море Надеюсь, не окатит волной сегодня Но водичка, к сожалению, здесь такая же мутная Ну вот, пожалуй, такое подходящее местечко Чтобы добавить в наше видео Традиционную минуточку релакса Полюбуемся этими красотами вместе Спасибо Ну, что скажете, друзья? На мой взгляд, сегодня более эффектно, чем обычно получилось Тоже так считайте Значит, не скупитесь на лайки Пойдем в обратную сторону теперь Ну, тут прям капитально расположились Не просто палатки А целый палаточный лагерек И дрова наготовлены И топор И костер И мангал Все, в общем, заготовлено Вышел обратно на набережную И, как обещал, теперь мы прогуляемся по верхней ее части Ну, вообще, совсем забыл рассказать коротко о широкой балке Для тех людей, которые не смотрели мои ранние обзоры Где же находится это место? Широкая балка, это пригород Новороссийска Примерно в 12 километрах от города находится Является тупиковым местом То есть, как заедете в широкую балку Откуда начинал сегодняшний обзорчик Едете-едете по побережью Дальше, как я показывал Наверх дорога пойдет там база отдыха От дачи И все, тупик В общем, такое тихо уединенное местечко Дело близится к вечеру Начинают появляться свободные парковочные места С этой стороны Такой цивилизованный проход К самому берегу моря Ну, не будем спускаться Это показывало в прошлых своих обзорах Ну, в принципе, можно показать и со стороны Выйдите вон там в туннеле И дальше по лестнице вниз Еще один цивилизованный спуск к морю Все так разрисовано граффити Очень напоминает ниггерский квартал В штате Миссисипи А здесь использовали с делом, с толком Этот парапет В общем, установили пару реек И получилась такая своеобразная лавочка Ну, здорово! Бильярдная тоже на сегодня уже закрыта Ну, имею в виду не только на сегодня А на весь оставшийся год В общем, на этом месте стояли три бильярдных стола Все убрали, все зачистили Даже покрытие убрали на полу Старбас Такая небольшая бургерная В широкой балке Вашему вниманию цены Пицца мясная 600 рублей Маргарита 440 Ну, в общем, вашему вниманию Весь ресурант А это уже кафе Островок Ну, делал на него обзор в прошлом своем видео Такие интересные, эпичные пальмочки Стоят здесь, радуют всех приезжих И местных даже И до конца широкой балки остается каких-то метров 300 Здесь тоже появилось несколько парковочных мест Поэтому двигаемся до машины Подъедем сюда ближе И сейчас в планах запустить прямой эфир Из широкой балки Ну, естественно, если смотрите это видео То прямой эфир давно кончился И, как всегда Если не посмотрели Ссылочку на него Оставлю в описании под этим видео Ну, и на сегодня будем прощаться Если понравилась эта прогулка Как всегда Ставьте лайки, балалайки Пишите комментарии Задавайте вопросы Подписывайтесь на канал Колокольчик, колокольчик До новых встреч Всех обняли, приподняли Поставили Увидимся Отдыхайте тоже С YouTube каналом Папа может